Так, ну мы все, да, обсудили, доченька? Мама, я хочу черепашку. Алиша, какую черепашку опять? Мы же договорились, дочь, рыбок берем. Мам, у нас, во-первых, аквариума нет, а потом рыбки постоянно умирают. Гуля сказала, что я буду постоянно их хоронить, буквально каждый день. Я же сейчас сказала, что я сейчас куплю маленький аквариум с рыбками. В том, тех, которые не умирают. Мне нужно сначала привыкнуть за кем-нибудь поухаживать. Как ты за папой и за нами ухаживаешь, так я буду и за рыбкой. Ага, как я ухаживаю за тремя огромными рыбами. За тобой, брат, он твоим. Ну и нашей главной, рыбой, папой. Мам, смотри, какая черепашка, давай ее, пожалуйста, я честно буду за ней ухаживать. Какашки за ней мыть, да? Кормить ее постоянно, гулять с ней выходить. Сидеть за тем, чтобы она куда-нибудь не заползла. Мы потом ее всем домом не искали. Нет, вспомню, как у твоего брата уже была одна. Он облепил ее пластилином и сделал из нее танк. В том, запах этот, фу, нет, я не согласна. Мам, давай туда пугайчиков, они такие милые. Только через мой труп. Нет, нет и нет. Я от этого постоянного чирикания с ума сойду. Папа сказал, никаких грызунов, кто у нас из дома выгонит с твоим хомяком вместе. Идем его ночью в поле относить, это сразу отказ. Ну, посмотри, может быть, вон ту маленькую змейку, а? Смотри, она тоже в аквариуме жить будет. Ты сказала, что сможешь купить аквариум как для рыбок, а? Правильно, как для рыбок. Рыбок туда и воды налить. Давай, дача, выбирай лучше из рыбок. Блин, нам еще не хватало дома. Я этих рыбок не хочу. Давай тогда кролика. Смотри, какой он белый и пушистый. И тем более кролик это не грызун. Как не грызун, это самый главный грызун, он все грызет. Он попадает под папиной санкции. Грызунов нет. Тогда уж лучше змею, чем кролика. Уточни, давай змею. Змейку, змейку. Я хочу змейку. Пожалуйста, мама, смотри, вот это с пятнами. Ну смотри, какая она. Брат твой точно с ума сойдет. Ему с детства змеи в самых страшных кошмарах снились. Умолял, все что угодно, только не змеи. Мам, ну это же у меня вообще день рождения, а не у него. Может быть, тоже тогда его черепаху не хотела и боялась. Ничего же не сказала, пока он сам ее на даче не забыл. Глупый. Все, бабуля, походу, из нее суп сварила. Брата, доча, какой суп? Так, а сколько вообще эта вся фауна стоит? Ну, понятно. Ладно, давай бери твою змею и аквариум. Брата ты берешь на себя. Мне потом не подходите и не жалуйтесь. Подожди, а мы же забыли спросить, что она ест. Прямо ее кормить-то будем, а? Может, что и мы едим? Нет, мам, тут я должна тебе сказать самое главное. Узнала у тебя те продавца, что они кушают. Пока ты в машину за денежками ходила. А кушают мама, а не исключительно грызунов. А именно маленьких мышек. Понимаешь? Живых мышек. Только не пугайся. Она была вынуждена купить целую банку этих мышей. Но свои деньги и скопил. Спросила продавца тебя не шокировать и пообещала, что беру все на себя. Боже, это конец. Один попросил только не змею, и мы ее купили. Второй попросил только не грызунов. И мы прем грызунов. Тыщи целую банку живых мышей. Живых, блин. А почему живых-то? А каких сушеных, что ли, вы их, мам? Потому что у нашей змееки не должен попасть инстинкт охотника. Она должна каждый раз в карме думать, что она охотится на мышку. Потом скушать ее. Мам, если бы просто я бы тебе об этом сказала, был бы точно отказ. Поэтому я на себя беру брата со змеей, а ты берешь нашего папу с мышками. Нет, это сон. Чувствую, дочь ночевает нам со всем этим зоопарком. Сегодня на даче у бабушки. Я, ты, змея, мышки и бабуля. Да, как раз черепашку, может быть, найдем.